доброе утро друзья я уже в полном вооружении сегодня стринцы надела свои красные ботиночки в общем иду немного поработаю и у меня кое-какие дела есть по магазинам прошу меня все очень все как обычно так так как у вчера договорились на чуть пораньше поэтому иду чуть пораньше зато потом буду свободны даже мне так лучше и удобнее спать я все равно не люблю поэтому пойдемте более менее поняла где это все находится вот эта машина уже второй день стоит здесь она должна стоять на той стороне могут приехать полицейские штрафовать и вывести машину здесь вот эта соседка такая знаете привередливая как что так если машина стояла на ее стороне нам давно уже позвонил в полицию потому что такая вредная вообще как говорится в семье не без уродов вот так она сегодня смотрите какая хорошая погода замечательная община через неделю передают 22 градуса это говорят 22 то есть там все 30 то есть если вчера передавали 16 а у нас было 22 градуса то представляете вот так вот возвращается наш испания зато я смотрю все другие страны завалило снегом и морозы 20 с лишним градусов весь холод ушел от нас другие страны ну как говорится россии там и все дела это им то уже это привычно но не то что привычно а там так вроде как и должно быть прохладно так что крепитесь смотрите это старый дом видите очень старый дом но в каждых втором доме есть лифт он тоже старенький такой там вот так дверь открывается центральный дом такой раньше естественно лифтов не но но вот нашли местечко для лифта и вот такие вот здесь подъезды в старых домах это какой-то видите потрепанный но обычно они такие кулютерные прямо этот вот старый старый дом такой подъезд здесь видите вот наверное бабушка обязательно зеркало в каждом подъезде закрыть я отработала хорошие такие люди вот мне прям понравилось с ними работать бабушка старенькая вот так вот видите какая-то наверное бабушка как же открыть тяжелая какая дверь и все это вот считаю можно сказать в центре находится куда-то я бегом-бегом если с утра бегом-бегом и вот знаете взяла такой ритм бегом-бегом и не могу никак не остановиться ой блин просто с утра были кое-какие дела а теперь все можно расслабиться и подумать куда мне надо идти и вот мы уже в центре находимся ой очки не взяла блин а тут такое солнце так что вот так видите все завтракают пойду посмотрю наверное себе поясок по магазинам общем прошли опашляюсь раз уж я нахожусь в центре то нужно попользоваться моментом вроде кофе не было прям какое-то нас состояние такое куда-то бежать ой блин ладно приехала в магазин здесь аль кампо лидл все рядом диалис здесь потому что продается самые вкусные конфетки которые сейчас приобрету здесь такой ним-ням наш не так где они тут находятся то я все время задерживаюсь потому что всяких кое-что а вот они вот они вкусные шконфетки возьму сразу две пуска будут это как вот типа птичьи молоко что-то с маршмеллоу все вместе в общем вкусняшка в общем сейчас пойду в лидл мой лидл в аль кампо за сметаной не вообще не видно сметана мне нравится саль кампо какие-то вафли купила как какая-то они там знаете какие-то но написано низкокалорийные но потому что там вафли такая непонятная и внутри маршмеллоу в общем фигня на бос на масле но зато попробовала я вообще люблю знаете пробовать все новое а вот попробовал теперь знаю вообще мне здесь надо и в аль кампо и в лидл и хочу за ногами сходить не какие-то огромные покупки а вот там чуть-чуть тут чуть-чуть там сметана тут что-то пустим вот так вот шатаюсь вот сразу видно что друзья не отсюда надо вообще кстати их держаться подальше вдруг они света с англии заразные ой блин вообще и смех и грех так что вам вкусненько показать творожным творожное масло вкусняшная смотрите с этой с ананасом это соленая с этими с травами вот вот с клюквой обалденная конечно стоит 20 евро килограмм но это того стоит потому что очень очень вкусно а вот типа творожные запеканки 8 евро килограмм вот это все вкусняшно вот смотрите тоже сыр какой интересный с этими с клюквой это тоже а манго и апельсин обалдеть вот так вот вкусняшки сыров конечно а это что-то смотрите с инжиром а это с каштанами рубль 59 стоит такой вот москов всех вкусняшек не знаю нужно мне это о смотрите масса мадре это знаете что такое это закваска закваска для хлеба без дрожжевого ну надо же интересно закваска очень интерес слушать почему она это все дело просто мне прям очень интересно как это все делать может взять друзья и попробовать хотя масса мадре де тригу ну надо же попробую возьму очень интересно и вот сметана есть вот такая хлеба рубль 76 но мне вот такая нравится она самая лучшая в какую я пробовала это самая вкусная сметана 30 процентная уважаю ее сейчас зайду в лидл и покажу вам где лежит селедка вот потому что смотрите у нас концерт прикольно поет вот смотрите значит иду 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 там всякие короче замучились звонить эти всякие интернет и женщины тут стоит никак не уйдет минут пять уже в общем пицца смотрите и вот видите морепродукты прошли всякие вот и вот она селедка вот рубль 99 вот такие всякие штуки вот где всякие морепродукты сальмон пульпу палочки крабовые лазанья и вот она селедка есть вот такой вот с этим там еще это с огурчиком а там еще есть какой-то рой я беру так что вот где-то но посередине вот где там идет дальше колбаса сосиски надеюсь хорошо вам объяснила я пошла дальше зырки пялить сколько народу а сейчас держу путь за копытами в дании вот у нас такой есть магазин там мясо не плохое продается и копыта можно купить сколько хочешь что-то мне захотелось вот и красушь я уж тут недалеко ну как недалеко бешеные собаки симверс не путь кому-то далеко но мне нормально и пойду сейчас там куплю если конечно те от моего дома то вообще далеко а так нормально смотрите мясо сколько самое разное короче он там ноги стоит 299 килограмм попадает а вот часть нижняя от шеи короче второй подбородок рубль 39 рулька не знаю сколько стоит видите рульку потом что еще здесь есть что я в мясе понимаю лому это вырезка 399 шея 419 если тебе его порежет 469 потом чё еще то я понимаю кости 4 вот эти вот кости но вкусный который 499 а вон рулька 299 килограмм брить кстати кого прикольно маленькие такие но я ее как бы не знаю печенка видите здесь всего до сего все вкусно тут говядина кролик 585 килограмм курица курица целая 209 килограмм пляжки рубль 79 грудка 379 крылья 299 такой вот небольшой вам обзор от мяса потом разного вида там мясо вырезки разные а там у нас уже пошло колбаска все дела вся вкуснятина я за ногами за копытами он даже хвост есть кстати я не вижу языка можно спросить у них про язык потому что я не вижу хвостыря какой у меня номер 81 кстати вот тому делают сразу мясо вам это фарш выбирайте какое-нибудь мясо хотите вам делают фарш любой как вы хотите я всегда беру например там говядину половина половину свинину но я себе забацала уже фарш поэтому мне ничего не надо кроме копыт купила вот такие шесть крокетов хочу попробовать сейчас в этом шатай машине сделаю и сейчас хочу тоже пасть сделать все таки вот их хлеб сделать из такой вот штуки прям даже очень интересно мне достал уже муку не уторжена и есть обычную хочу смешать пополам пополам это уже сейчас мусаку свою разогрею моя сметанка что я тут еще купила ноги копыта в общем копыта у нас вышли смотрите полтора килограмма на 459 и вот эти вот шесть штучек крокет на рубль 76 вот эти вафли дурацкие купила они там с маршмеллоу ну так знаете можно ладно это для мороженого и вот пакетики вот такие но у меня по ходу такие есть в общем ищу пакета не могу найти ну хлеб вот смотрите муж сейчас завтракать дома и просто он летит вот сейчас прям очень не интересно замешу вот этот вот хлеб прямо это настоящий вкус в общем посмотрим пока у меня будут вот эти жарится разогреваться это я сделаю ну вы знаете рецепт там не буду а пару сделаю как я всегда делаю да там как она там делается то господи господи вот сейчас я их вот так кстати у меня есть рецепт крокета ой а я тут прям полью маслом рецепт крокет есть на канале а шо у меня так криво стоите из курицы просто обалденно нереально вкусные заходите смотрите ну и сделать замучаешься поэтому вот сейчас что-то смотрела стояла в очереди знаете передо мной пять человек было я стояла наверное минут 30 если не больше это какой-то трындец был треш вот туда ходишь что я редко хожу за за мясом туда что там всегда такая очередь знаете там цыгане приходят мясо там дешевле чем других магазинах по крайней мере так говорят я особо за ценами не слежу поэтому я не знаю где дешевле где дороже но так говорят вот единственное что вот там выбор бой побольше так в общем так до 150 человек что мы делаем мы делаем опару нам нужно всего 500 грамм муки так делаем в общем сейчас все делаю кушать очень хочется потому что я сегодня гуляла так долго оказывается что даже офигеть смотрите она действительно выглядит как закваска прикольно так что я тут кручу верчу чем получу я все таки купила себе пояс смотрите видите и мне кажется он даже не плохо смотрится прикольно да ну конечно это все будет закрываться вот так прикрываться не домашней вот этой посмотрим будут ли они с таким образом слетать вот я думаю что нет будет все все замечательно только залезла в этот фэйсбук хоба сразу новость короче у нас же сейчас как каждый день смотрят зараженные все дела и ему и если число превышает 500 человек на 100 тысяч населения то город закрывают то есть сейчас по провинции можно ездить но вот если например например салаврине это город где я работаю там 573 человека на 100 тысяч населения закрыли этот город я так думаю с завтрашнего дня вот и можно вы въезд и выезд только по разрешению так что опять придется готовить бумаги ну как готовить надо сейчас найти последний этот ну страховая социальное страхование что я платила что короче доказать что я там работаю представляете граната тоже закрыта 632 ну салавриня больше чем у нас смотрели а у нас смотрели значит 422 человека ну такими темпами скоро и мы закроемся представляете что не день то новость короче здесь с этими нормами можно так запутаться что мама не горюй вот полиция я подписана на фейсбуке тоже на полицию полиция и на мэрши вот они нам сообщают так ни минуты покоя ни секунды покоя не могу без тебя не могу без тебя правда я не знаю а ну наверное не знаю на какое время на две недели на неделю фиг его знает хотя у нас наша мэрша вот где я работаю она уже неделю назад попросила чтобы ее город закрыли потому что там жесть небольшой городок но видите как все печально вот так вот вот так вот поедешь поедешь на работу хопа а там будет контроль полицейский тебя остановят ну конечно если там не не будут тебя штрафовать первый раз там знаете но если второй или третий тебя опять остановит то точно оштрафану потому что чуть чуть тебе сказали что нельзя что катаешься то туды-сюды понимаешь ли вот такие вот у нас дела вот вот такие дела ладно буду дальше изучать тему смотрите что у меня тут ооо как оно поднялось я тут нагрелку свою поставила надо его это примять еще чтоб поднимался я думала тут не поднялось оно прям вовсю нифига себе кстати я вот все время забываю друзья поздравляю вас с праздником крещения здоровья и всего самого лучшего потому что вы знаете потом попрощаюсь влог вроде закончился когда начинаю монтировать понимаю что никого ни с чем ни с каким праздником не поздравила вот и вот сейчас решила заодно мы отсюда вот все убрали вот эту вот штуку потому что чтобы сейчас муж должен приехать и увезти вот эту машинку отремонтировать я тут шарли веду рэс гавор шарли шарли это Ahora voy yo a ver una película, ¿vale? Espérate, espérate, escúchame, escúchame. Eso es. Y cuando veo película, nos vamos a pasear a la playa, ¿sí? ¿Vale? Pero ahora nos vamos a descansar un poco. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien, verdad? A descansar un poquito. Si tú ya quieres descansar, venga, vamos. Vamos a tombarnos un poquito. Así. ¿Sí? ¿Tú crees que hay que dar besito? ¿Sí? ¿Tú te crees que hay que dar besito? Vale, un poquito de besito, venga. Vale, y luego nos vamos a la playa. Sí, nos vamos a la playa, claro. Pero ahora descansar, ¿sí? ¿Vale? Vale, ya está. Ya está, ¿sí? Claro. Charly. Кстати, смотрите. ¿Vale? Это yo cuando je la... Charlyna la cabeza está ahí, y es tu. Y en los huevos de la cabeza. ¿Vale? помой помой там все чисто чарли там все уже чисто и мое счастье радость ты играться хочешь он сегодня утром не гуляли с ним нигде поэтому он такой вот да чарли да ну гуну бомо пассиар перерова моди с конца кларо гулять я сегодня пошла по поля потому что сейчас пойду в русские зайду отнесу евро которая должна а потом еще знаете чё рыбку сушеную захотелось рыбку сушеную куплю если конечно она есть вот такие вот у нас планы мы уже почти сколько третью часть пути прошли пораньше сегодня вышла потому что хлеб меня дома ждет я его как это обила один раз и вот пока я блук блукаю сейчас придем где-то часа полтора пройдет и как раз он еще раз поднимется посмотрим что получится очень интересно короче у меня на камеру батарейка села когда я там была очень машинку надо было увезти надо и по щас ее надо увезти в общем но дело никто не в этом я зашла жгрузки купила рыбки вот такой себе я либо вообще люблю соленую сушеную она блин у меня в зубах застревает у меня зубы слишком рядом и она потом застревает и вот это вот мне ощущение того что там рыба мне не нравится ну вот взяла пахнет вкусно плотва вяленая не потрошеная кстати у меня от варенья останусь баночка это клубничное варенье кстати очень вкусно вот здесь 75 процентов в варенье и вот я чай заварила и сюда залила кипяточек баночку вот так вот помыла и сейчас я добавлю чай пишите в комментариях вы так делаете хочу добру то попадать я смотрю на него наживительный напиток это же компот правильно я всегда так делаю от банки с с этим с шоколадной пастой тоже какао получается наливаешь туда молоко и получается обалденный как компотик часть ее попью хлебушек там у меня вообще уже мне кажется шикарный получится запах неимоверный может рыбку попробовать как вы думаете вот эту маленькую как там ее об стол надо дубасить да давайте почистим с чаем рыбку то вяленую ой блин я знаете что больше всего люблю вот эти плавники вкуснятина вкусно давно я рыбу не ела сушеную уж не знаю лет 10 наверное в общем пошла я чай пить с вяленой рыбкой хлебушек готов пробовать мы его будем завтра смотрите какой вкусно пахнет посмотрим как он там вкусненький будет невкусненький не вкусненький он не должен быть правильно так пошла я вас монтировать точнее не вас а видео и встретимся с вами завтра у меня кое-какие завтра изменения будут так что все подписались поставили-ка лайк и нажали на колокольчик вот и до завтра скажи всем пока скажи всем пока-пока скажи вот так лапой пока-пока пата иди поцелуемся на камеру иди на камеру поцелуемся иди поцелуемся ой я вся в муке как это как хлеба хлебобулочник или как там он иди поцелуемся иди поцелуемся пускай все видят как ты меня любишь я тебя люблю вот такая вот у нас любовь пока-пока